Я сейчас не буду перечислять всех судей. Я думаю, что и у нас будут как-нибудь эти документы переданы, конспекты лекций, может быть, в электронном виде в нашей школе, который изучает, так сказать, за рубежом. Поэтому буду останавливаться на отдельных судьях, таких наиболее выдающихся. Ну и, пожалуй, самый выдающийся судья – это кто был? Гидион, да? Гидион, так пишут, через апостроф. Потому что здесь стоит шва, да? Некоторые говорят Гидион, здесь говорят Гидион, Гидион и так далее. Это было очень интересное время. Делали сыны Израиля зло в глазах Господа? И что? Если при предыдущем суде Игуди и предеворе было написано «Ва-йосифу» и добавляли, а теперь уже сказано «Ва-йосу». То есть, они делали зло, потому что уже не было чему добавлять из этого зла. И Бог послал два народа – Мидиане и Амалекитяне. Это были кочевые народы из Заиордания. Они применили новшество военное – верблюдицу. Не конницу, а верблюдицу. Дело в том, что, вы помните, было тогда такое устройство, что не было стремян, и практически на ходу рубить вот этими короткими мечами, которые были в то время, или стрелять из лука, находясь на спине коня, не было возможности. И тогда применили верблюдов. И на верблюде сажали двух человек. Вы помните, стремена первые изобрели гунны. И тогда уже по-настоящему конница стала такая, как сейчас. А до этого конница в основном служила, как вспомогательный род войск, или для того, чтобы быстро передвигать войска с одного места в другое. А вот на верблюда можно было сесть вдвоем. И один человек был верблюдов-вожатый, или верблюдов-водитель, а другой человек с копьем и стрелами, или он метал копья сверху, с верблюзьего горба, или он стрелял. Ну, на верблюде там можно больше было, угнездиться более прочно, поэтому проблем не было. И вот эти ребята, они грабили Израиль. Прямо как коммунисты устраивали продразвездки. Правда? Это очень интересно, как пишется. «И предали Господь в руки медиан на семь лет. Переселила рука медиан Израиль, и делали себе сыны Израиля подземные укрытия в горах, и пещеры, и крепости». То есть жить на открытой местности уже было нельзя. «И бывало, как посеет Израиль, выступают медиане, а малькитяне, сыны Востока, нападают на него. Только они соберут урожай, да, тут же какие-то приезжают. И давай, с продоразвездкой. Все, пограбят, да, что там успели где-то там в пещеры спрятать, то, может быть, и осталось. И если в прежние времена просто брали с евреев дань и уводили пьян, то медиане и их союзники полностью разоряли, уничтожали страну. Начался голодомор, как на Украине. Каждый прятал немногочисленные запасы хлеба. Грабеж привел к такому обнищанию, что Израиль стал самым бедным из всех соседних народов. И книга судей продолжает. «Крайне обнищал Израиль из-за медиан, и возопили сыны Израиля Господу, и послал Господь пророка к сынам Израиля. Вот. И пришел ангел Господа, да, и сел под деревом, что в Офре у Яша в Израиле, и сын его, Гидион, вымолачивает пшеницу в давильне, чтобы спасти от медиан». Что такое давильня? Это где-то какой-то сарайчик, или где-то какая-то пещера, или подвал, потому что давили где-то в подвале. Обычно пшеницу провеивали, да? Но как вы думаете, можно ли хорошо провеять пшеницу в подвале, где нет ведра, правда? Очень трудно, очень трудно. То есть он прятался в самом таком неудобном месте, у него там был этот несчастный мешок пшеницы, и все. И он дрожал, чтобы, не дай Бог, не увидели, или медианитяне, или соседи не увидели, не донесли, что у него еще осталось, да? Вы можете себе представить, такую обстановку у нас на Украине была. И почему ангел послал Гедеона? Видите, были много племен сильнее его, да? Колено Вениамина, Вениамина колено было самое такое слабое. Многие были умнее и мудрее, и сильнее, чем Гедеон, да? Но ангел приходит к самому слабому, человеку, который не храбрый, он боится, да? Он сидит где-то в подполе и пытается провеять без ветра пшеницу. Можете себе представить эту картину, да? По сути, по тому, чем был занят Гедеон, он ничем не отличается от других израильтян. Он также боится медиан, также угнетен духовно и физически, также ищет способы выжить. Он так удречен и настолько погружен в эту работу, такую тяжелую вместе с тем, такую важность, что даже не замечает чудо – прихода ангела. Раши приводит интересное предание. Отец выколачивал зерно, сын просеял, а затем сказал, «Отец, ты стар, если придут враги, не сможешь убежать, иди к себе, а я вымолочу и просею». И сказал Господь, «За то, что ты выполнил пятую митву, то есть за заботу отцу, сделаю, почитай отца и мать, ты достоин спасти моих сыновей». Итак, причина чуда, согласно еврейским комментаторам, это верность Гедеона Торы. И ангел говорит Гедеону, «Господь с тобою доблестный герой». Гедеон воспринимает это как насмешку, правда? Какой же он доблестный? Однако ангел разговаривает с ним, и Гедеон поверил ангелу. Правда, он не сразу поверил, помните, он сначала сделал, шкуру поставил, еще шкуру поставят, они, значит, для нас обязательно так поступать, делать гадания, да? Но это для нас показывает, что не всякому ангелу и не всегда надо верить. Надо иметь мудрость от Господа, да? И Божие откровения личные. Личные от Бога, и не всегда через ангелов. И еще он что сделал? Он сжег идол, которому поклонялся его отец. Помните, что евреи тогда поклонялись деревьям, да? И это дуб там, или какое-то дерево, было священным. Он сжег его и принес человеческую жертву. Это первый его такой путь. Знаете, как говорят, чтобы пройти, надо сжечь мосты перед собой. Таким образом, он лишил отца последней работы. До этого хоть к отцу что-нибудь приносили, там кто, 10 яичек, кто, это чтобы тот принес жертву перед деревом, да? А теперь отец остался без работы. Бывает иногда, приходится нам идти ради Бога, да? Против родителей, против всех жителей села. Вы помните, что сначала Гедеону не поверили. Затем все-таки собралось народу. Вот. И собралось несколько там десятков тысяч. Но Гедеон делает удивительное дело. Всякий военачальник стремится собрать побольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...